Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Но очень скоро уже мы будем отмечать один из самых главных, мне кажется, праздников нашей страны. Это День Победы. Именно этому событию будет посвящена наша сегодняшняя программа. Но прежде чем я представлю гостя передачи, давайте посмотрим сюжет, который уже был в выпусках новостей на нашем канале. И после него я расскажу, о чем мы будем говорить. Прошу. Звезды, обгорелые в пыли, Эта тень мы приближали, как могли. Для Данилы Шевченко эта песня не просто часть репертуара для концерта на 9 мая. Это символ важной даты, которую приближал и его родной прадед. В 1943-м Федора Васильевича серьезно ранило на Курской дуге. И родителям прадеда пришла похоронка. Но какова же была их радость, когда сын вернулся живым. В этом году Данила возьмет портрет прадеда и пронесет его по улице Красной. Это будет его первый опыт участия в Бессмертном полку. Потом со своими товарищами по музыкальному коллективу откроет праздничный концерт 9 мая. Для того, чтобы молодежь в том числе помнила об этом. Потому что сейчас очень много разных интерпретаций того, как проходила война, кто, собственно говоря, освобождал кого. Это все стирается, к сожалению, с годами. Басист Александр Ермолаев тоже пойдет на акцию. Он уже отдал портреты своих прабабушек в типографию. Пример Александра оказался заразительным. С ним в строй встанут и его сестра, и невеста с фотографией прадеда. Кстати, у музыканта это уже вторая попытка поучаствовать в акции. Готовился еще в прошлом году. Несмотря на то, что это официальный выходной день, мы очень плотно работали. И начальство просто сказало, ребята, извините, у нас много работы, выйти не получится. Что сподвигло, не знаю, может быть, чувство какого-то... Душевный порыв, наверное, какой-то, правильно будет сказать, сподвиг. Потому что если этого нет, то ты не пойдешь. Просто так для массы идти – это неправильно. Нужно идти, потому что действительно тебя тянет, тебе хочется это сделать. Концерт на 9 мая стал шансом для группы. Наконец-то исполнить свое давнее желание – пройти с бессмертным полком, отдать дань подвигам дедов и прадедов. Это день победы, городом пропав. Это братник, сединою на веснах. Итак, как вы догадались, мы сегодня будем говорить об акции «Бессмертный полк». И гость нашей сегодняшней программы, руководитель регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Краснодарском крае. Борис Левицкий. Здравствуйте, Борис Евгеньевич. Ну вот если возвращаться к сюжету, там герой в этом году первый раз пойдет по улице Красной. В данном случае, если мы говорим про город Краснодар. А для вас когда начался «Бессмертный полк»? И что стало вот этим самым толчком, наверное, для того, чтобы принять участие в этой акции? В 2014 году различные патриотические организации, руководителем одной из которых я являюсь, организация называется «Держава», мы собрались в Москве на таком, можно сказать, предучредительном собрании, на котором представители всех субъектов Российской Федерации высказались, это было на площадке Общественной палаты Российской Федерации, высказались за создание Всероссийского движения «Бессмертный полк России». В этом году акция имеет 10-летний уже такой багаж и стартовала она в 2007 году в городе Тюмени. Название было тогда «Парад победителей», это название пришло к нам и на Кубань, а в 2012 году название «Бессмертный полк» придумали в Томске. Так вот, в 2014 году все представители субъектов высказались для создания организации очень красивое название «Бессмертный полк России», и все проголосовали и сказали «Да, это надо сделать». Организация была сформирована, создан устав, зарегистрировалась и сегодня живет и работает в России, в том числе и в Краснодарском крае. Я знаю, я помню свои ощущения, когда ты идешь с портретом, когда ты идешь по улице. Это было, первый раз у меня это было не в Краснодаре, это было в Туапсе, город воинской славы. Мне кажется, это тоже как-то накладывает дополнительные ощущения. Вот, если можно, о ваших ощущениях, когда ты идешь в этом строю, когда ты несешь этот портрет, что чувствует человек? Вы знаете, во-первых, вспоминаются юные годы, когда мы участвовали в демонстрациях, когда огромная масса людей приходили на улицы. И на самом деле сейчас же такого нет. Это единственная акция в стране, которая собирает на главных улицах и площадях городов такое количество горожан. Главное, что эта акция не придумана в кабинетах начальников. Эта акция родилась вот в сердцах наших людей. Может быть, я отмечаю, что новое поколение немножечко по-новому воспринимает, что такое война. Из кинофильмов, из роликов, из рекламных каких-то там аспектов. Но через личную историю это единственная возможность нам всем сказать, что действительно мы страна победителей. Что мы страна, которая создана для больших подвигов и может не только себя защитить, но и других в обидно не дать. Еще один аспект вот этого шествия, вот этого бессмертного полка. Я бы разделил это на две такие составные части. Это те, кто идут по улице и те, кто смотрят сбоку. Потому что, допустим, я когда шел сам, я видел лица людей, мимо которых мы проходили. И мне все время было интересно, если у вас есть топы, да. А что чувствуют те люди, которые смотрят на это со стороны? Те люди, которые не идут, да, а вот стоят вдоль обочины. Потому что, когда мы дошли в том же самом топсе до центральной площади, мы еще какое-то время стояли, мимо нас тоже проходили люди. И эти ощущения были совсем другие, по крайней мере, для меня. Вот если, может быть, о ваших немного. Ну, вы знаете, да, мы отмечаем такую тоже, как бы, точку зрения. Когда люди не участвуют, приходят вот просто посмотреть, но они все друг другу говорят. А в следующем году мы тоже пойдем. И здесь, действительно, личная история каждого. Ведь они же несут свою фотографию. Они берут ее из личного архива, они ее готовят, они ее там расширяют, распечатывают. Это целый процесс, который начинается вместе с ребенком, который приходит к родителям, говорит, папа, вот где портрет моего бабушки, откуда ты узнал, что такая акция нам в школе сказали. И все это начинает как бы в семье вечерами готовиться. И, соответственно, это такой семейный уже момент. И понятно, что они с этой частичкой семейной памяти приходят на этот народный парад. Они начинают делиться в своей шеренге, кто, где, заводят новые знакомства. Это просто участники. Но, опять же, да, я помню, да, вот эти ощущения, когда люди спрашивали, это кто, а где он, не знаю, где он воевал, да, почему именно этот портрет и так далее. Ну, да. Тут происходит вот такое вот... Коммуникация срабатывает. Единение какое-то такое очень происходит. А вы с чьим портретом пойдете в этом году и... Как это? В прошлом году я шел с портретом одного деда, который призывался в Киеве и тоже как бы им пришлось послужить. В позапрошлом я ходил с портретом другого деда, который призывался на Курской дуге и тоже прошел до конца войны. В этом году, я думаю, подготовлю портрет прадеда, который был в трудовых буднях, готовил, значит, занимался заготовкой продуктов для фронта. Это был прадед, он уже был старенький, непризывного возраста человек. А вся семья пойдет с теми портретами, это мои дети, дочка, сын, с теми портретами, которые уже ходили в прошлом и позапрошлом году. Вот, кстати, я не знаю, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, вот я тоже обратил внимание, что вот там у родителей моей жены, да, портреты, которые уже были, которые выносили на бессмертный полк, они никуда не убираются. Они остаются на достаточно видном месте и они там хранятся до следующего, 9 мая, то есть вот так, чтобы каждый год делать новые портреты, вот такого нет. Или это только по-моему, или это так? Да нет, на самом деле здесь нет никаких правил. Это каждый выражает свою точку зрения, как он хочет, как он изъявляет свои эмоции в отношении своего героя, в отношении своего победителя. И пускай каждый делает по-своему. В этом и уникальность акции, что она не имеет никаких жестких, твердых правил. Многие ребята приходили к нам и говорили, а мы хотим пройти с теми войнами, которые погибли в Афганистане. Ну и пожалуйста, почему нет? Вот, многие военнослужащие, которые уже ушли, их нет, но они не были участниками войны, они были детьми, кто видел, как это все происходило. И они в семьях получили эту закалку. Поэтому это тоже воспринимается. То есть это целый парад тем защитникам Отечества, которые находятся в наших семьях и хранятся в наших фотоальбомах. Если говорить о прошлый год, сколько человек приняло участие в Краснодаре, в Краснодарском крае? Кто-то подводит вот эти вот итоги? Кто-то считает этих людей? Почему? Потому что, ну я буду возвращаться так там к прошлому году по тому же самому городу Туапсе, ну мне казалось, что это весь город вышел. И допустим, я видел, когда перекрывали, просто перекрывали федеральную трассу, потому что шли работники одной из крупнейших компаний там на территорию города. Они просто на работе построились, они просто на работе собрались в эту большую колонну и шли в центр города. Это было огромное количество людей. По численности в прошлом году мы подавали заявку на проведение этого шествия в соответствии с законами Российской Федерации, законами Краснодарского края. И мы ориентировались на число участников до 50 тысяч человек. В Краснодаре? В Краснодаре, по улице Красной. Но пришло 75 тысяч человек. Поэтому в этом году, несомненно, после такого эмоционального фона вокруг этой организации, вокруг этого шествия, мы предполагаем, что участников будет в районе 100 тысяч человек. В этом месте нам нужно сделать небольшую паузу. Мы сейчас посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашему разговору. И я думаю, что нам нужно будет озвучить, когда это будет, где это, во сколько и что. Но это уже сразу после рекламы. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим про бессмертный полк. Мы говорим уже про празднование Дня Победы. Перед рекламой я говорил, что нам все-таки нужно будет озвучивать вот эти какие-то такие ключевые цифры. 9 мая, улица Красная, это уже традиционно. Во сколько, где старт, как будет проходить все? Нужно ли регистрироваться заранее? Нет, акция народная, никакой регистрации не нужно. Мы просто объявляем горожанам, где и когда это пройдет. И чтобы не было путаницы, мы все-таки решили за основу взять шествие прошлого года, позапрошлого, это улица Красная. Голова колонны начинает построение, строится, начинает в 13.00 в час дня и выстраивается до улицы Советской. Шествие начнется в 14.00, пройдет оно по улице Красной к Вечному огню, который находится на улице Северная. Какие новшества в этом году? Для того, чтобы каждый мог приобщиться уже к какому-то фронтовому соединению, в этом году организаторами нами придумана целая цепочка новаций. Мы изготавливаем фронтовые соединения, штандарты вот этих фронтов с названиями Украинский Первый, Белорусский, Карельский. И выставим их по улице Красной в местах сбора вот этих парадных, скажем так, коробок, народных коробок. И туда будут приходить люди, уже зная, что их дед воевал на этом фронте. А, то есть, если ты знаешь, что твой дед воевал, допустим, на Первом Белорусском, то ты ищешь этот штандарт, ты становишься вот в эту колонну. То есть, уже не по какому-то рабочему территориальному признаку. Да, мы с тобой вместе работаем, давай, или как там с тобой соседи, давай пойдем. Здесь уже можно вот так. На самом деле, это предложение самих горожан. Они говорили, почему бы так не сделать. Мы прислушались к этим предложениям, и действительно, идея оказалась интересной. Почему бы не вспомнить, какие были штандарты, какие они вообще имеют название. Что эти штандарты шли по Красной площади в парад Победы, который был в 1945 году. Ну, почему бы это не сделать так же, красиво, с участием наших горожан. Тем более, что они сами этого захотели. Вот здесь, я знаю, вы с собой принесли, да, здесь есть афиши. Которые, я так понимаю, появятся, да, по городу. Вот такие буклеты еще существуют. Я думаю, что сейчас мы сможем их поближе показать. Это что? Вот, опять же, значки, ленточки. Афиши будут расклеены в тех местах, где удобно прочитать и ознакомиться с этой информацией, которая сказала, что это шествие во сколько, где и так далее. На афишах есть символика. Это наша звезда, звезда красноармейца с Георгием Победоносцем с названием «Бессмертный полк России». На афишах указаны те учреждения Краснодарского края, которые помогают акции. Это учреждения культуры, это все МФЦ города, которые, в принципе, призваны помогать гражданам. Любой обратившийся... Да, может принести маленькую фотографию из военного билета, из какого-то архива. Ему помогут ее отсканировать, расширить, распечатать и вручить. Еще очень важно, что все образовательные учреждения Краснодарского края, города Краснодара, вовлечены в работу по размещению вот этой крупицы, вот этой семейной информации, где служил дед, как его звали, в каком он звании был, со своим боевым путем, его боевой путь, его ордена на всероссийском портале, который наши друзья, Mail.ru, компания айтишная, очень большая, мощная, она создала специальную социальную сеть, полк.рф.ру. И на этом портале мы подразумеваем, когда он будет постепенно заполняться, потомки этих победителей начнут общаться между собой, что они потомки вот этого взвода, этого батальона, этого полка. Вот такая задумка для нашей молодежи. Для Краснодарского края мы создали специальный сайт полк23.ру, на котором можно прочитать новости, подробности, где изготовить транспарант, в каком рекламном агентстве, какие еще мероприятия. Частный бизнес тоже к этому подключается, да? Я знаю, достаточно активно. Это частный бизнес, предприниматели, которые могут помочь, они помогают. Кто-то помогает в сборе средств на георгиевские ленты, общественные организации, которые проводят целую гряду мероприятий, они помогают в изготовлении значков. Ну да, я тоже хотел спросить, это же все стоит денег определенных, да? Откуда, откуда это деньги? Ну, на самом деле, деньги здесь не очень большие. Здесь просто, на самом деле, и работает принцип кромфандинга, когда мы, в принципе, делаем вызвание для работодателей, они делают посильную помощь, но они делают это не нам, они делают в основном работникам своих предприятий. Вот эта работа вовлечены и профсоюзной организацией, и общественной организацией. И вот так вот, как бы, всем миром мы очень умело и красиво все это организовываем. Сейчас же, вот к 9 мая достаточно большое количество всевозможных акций, всевозможных проектов и так далее. Там, дороги войны, да, когда... Есть проекты, когда ты можешь проследить, зная определенную информацию, да, там, боевой путь своих дедов, прадедов и так далее. Насколько, скажем так, Бессмертный полк с такими проектами, с такими организациями сотрудничает? Есть ли связь, готовы ли друг другу помогать? Ну, конечно, Бессмертный полк – это такая, знаете, мощнейшая акция, которая проходит 9 мая. Она уже в расписании этого дня занимает весомое, как бы, значение и место. Сначала, конечно, проходят Парады Победы, идут войска, но Бессмертный полк – это участие семьи, участие каждого вот в этой личной истории. Несомненно, мы присоединяемся к нашим партнерам, это патриотические организации, которые проводят различные акции, в том числе 22 июня, летние патриотические лагеря, вот эти «Дорогой войны» и проекты «Дорогой героев», когда ребята идут труднодоступные, у нас на Акубане в горах проходили сражения, голубая линия, приобщаются к поисковым экспедициям, нам будет порядок. Мы здесь об этом тоже говорили в нашей студии, да? Да, конечно. Поэтому Бессмертный полк – это движение, которое сотрудничает со всеми патриотическими направлениями и считает себя, вменяет себя в обязанности это делать, потому что это очень правильно. Мы готовим волонтерские штабы добровольческие. Сегодня мы с таким воззванием провели часть мероприятий, в каждом муниципальном образовании создали волонтерско-добровольческие штабы, в которых люди разного поколения, причем, хочу заметить, это и пенсионеры, и серебряный возраст, и молодежь сталкиваются с одной целью, как красивее, лучше провести это мероприятие 9 мая и не только. И они заводят новых друзей, новые задачи, живут этой хорошей идеей в течение всего летнего периода. Обмен информацией, данными очень красиво и интересно. Бессмертный полк, да, это 9 мая, да, это несколько часов, пока вся эта большая колонна, вся эта большая масса людей пройдет, пронесут портреты. А дальше? А где-то можно эти портреты, я не знаю, увидеть, разместить? Где-то можно вот эту память о своих героях, о своем деде, или бабушке, или прадеде? Ее можно где-то еще оставить? Ее можно где-то продлить за 9 мая? Ну, я считаю, что вот этот уникальный портал, который создан, полк.рф.ру, это действительно возможность разместить и фотографию, и информацию о своем ветеране. И здесь масса возможностей будет у строителя этого сайта и у нашего движения работать с этим массивом данных, приглашать родственников на те или иные мероприятия, которые чередой идут. Это Дни освобождения городов и станиц, это название школ именами героев и победителей, это династии интересных и красивых, скажем так, фамилий, людей, которые отдают свою жизнь, труду на Кубани, да, значит, отдали жизнь за защиту своих рубежей, своих станиц и городов. И эта работа ведется по крупицам, в школьных музеях, в библиотеках, в патриотических клубах, в поисковых организациях. Даже те ребята, которые сегодня входят в мотоклубы, это байкеры, они тоже очень патриотичны и присоединяются к нашим мероприятиям. Берут наши флаги, делают целые цепочки авто- и мотопробегов. Вот, автопробеги тоже, ребята, на джипах любят, знаете, переезжать там по сложным участкам в горах. И символика у них в основном, патриотическая, это флаги победы, это фотографии наших отцов и дедов. Я вернусь, опять же, к своим ощущениям. Я, когда мы шли вот в этой большой колонии, я внимательно следил за своими детьми, да, вот за их реакцией и за тем чувством, которым я пытался выяснить, да, вы хотя бы по лицу, по внешним каким-то признакам, что они ощущают. По вашим ощущениям, вот кто больше, наверное, в таких акциях, в таких мероприятиях нуждается? Наше подрастающее поколение, это поколение детей, тех, кому еще нет, наверное, 18-ти, или поколение родителей, ну, не знаю, людей нашего с вами возраста, может быть, постарше. Для кого это больше нужно? Для кого это носит более эмоциональный, что ли, характер? Я думаю, что это важно для самой семьи, когда семья выходит вместе разного возраста, люди, дедушки, бабушки, дети и совсем маленькие дети, да, работающая часть населения. Это вот именно в составе семьи они создают вот эту, как бы, скажем так, ячейку нашей страны, очень мощную, на которую можно положиться и в трудные времена. И потом, после шествия, ну, куда все эти ребята идут, куда эти семьи? Они собираются во дворах, как привыкли собираться в наши предки, когда накрывались столы, играла музыка, были танцы, музыка военных лет, гармония, гитары. Вот это на самом деле семейный праздник. И, конечно, важно приходить туда семьями для того, чтобы через личную историю ребенок понимал, что здесь идет его родитель, его отец, его мама. Он держит фотографии своего деда. И здесь он рассказывает об этих эмоциях своим ребятам, когда они возвращаются после праздника в школу, в студенческую среду. Они, несомненно, делятся и заряжаются этой энергией, огромной энергией, такой большой массы людей, которые в этот день приходят на главные города, в главные улицы нашего города и на главные площади. Мне не очень хочется задавать этот вопрос, но я все равно его задам. Ведь очень много было разговоров, там еще 5-7 лет назад, о том, что... Ну, что это? Бессмертный полк? Ну, сейчас поиграют, сейчас покажут, сейчас пока государство зарядило трудовые массы, а потом все это сойдет на нет. Сойдет это на нет? Я думаю, нет. Знаете, мы проводили социальный опрос с логически, как люди реагируют на это. На самом деле, настолько он в тренде, скажем так, этот вопрос. И они хотят прийти, они хотят вспомнить, как они общались с теми людьми, которых уже нет. Они, несомненно, видят в этом возможность своего ветерана сделать героем своих рядов, своей шеренги, своего полка, своего фронтового соединения, в котором они сегодня пройдут. Это память нашим предкам, тем людям, которые дали начало нашим фамилиям, которые мы сегодня носим. Может быть, в наших сердцах та память, которая живет, когда мы их помнили живыми. Это очень искренне. И раз акция искренняя и народная, мы не заставляем выходить и строиться заранее. То есть мы говорим о том, что в удобное время провести эту акцию. Можно утром посмотреть парад на Красной площади или посмотреть по телевизору парад, который был в городе Краснодаре. А потом спокойно попить, выпить чашку чая, взять ребенка и прийти на построение. Ну, это же классно. Это очень хорошо. Поэтому будем надеяться, что будет очень хорошая погода и у всех будет хорошее настроение. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили об акции «Бессмертный полк», о том, что она пройдет в Краснодаре, традиционно пройдет в Краснодаре на улице Красной в 13 часов построения. А гостем нашей сегодняшней программы был руководитель регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Краснодарском крае Борис Левицкий. Еще раз большое спасибо. С наступающего вас праздника, мы, я надеюсь, увидимся на улице Красной. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания.